Привет из 90-х! Как стреляли в бизнесменов, хоронили оружие. В Самаре стартовал процесс над лидером преступной группировки «Законовские». Шанс на второе рождение. Самарские кардиохирурги делают уникальной операцией младенцам. Смешались кони-люди. До памятника Чапаеву, которому в следующем году стукнет 85, дошла скорая реставрационная помощь. Криминальная история с привкусом дежавю. Один из членов банды «Законовский» – организатор покушения на убийство бизнесмена Владимира Изумрудова. Такова версия обвинения в отношении Сергея Гафурова. Процесс над ним стартовал сегодня в Самарском районном суде. Многие его сообщники уже в тюрьме или под следствием. В криминальной драме разбирался Даниил Лучко. Лихие 90-е не ушли в прошлое. Сегодня в Самарском районном суде на скамье подсудимых Сергей Гафуров. По версии следствия, именно он организовал преступную группировку, известную в определенных кругах как «Законовские». Гафурову грозит тюрьма. Несмотря на это, он в хорошем настроении пытается работать на публику. В зале суда – родственники и знакомые. По версии следствия, Гафурова обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Владимира Изумрудова. Якобы для этого мужчина нанял киллера, дал ему деньги, пистолет и гранату. Но выполнить задуманное наемник не успел. Его арестовали по подозрению в убийстве другого коммерсанта – Вадима Винокурова, которого в мае 2014 года расстреляли в собственном катере на реке Татьянка. Оперативникам ФСБ удалось задержать и предполагаемого лидера преступной группы. Сейчас Сергей Гафуров под стражей, но вину не признает и хочет, чтобы его отправили под домашний арест. Но следователь против. Учитывая данные обстоятельства и характер совершенного преступления, в которых обвиняется Гафуров, у следствия имеется основание полагать, что, находясь на свободе, Гафуров может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по данному уголовному делу. Высокое давление и сердечная недостаточность. Адвокаты говорят, Гафуров болен. И в изоляторе ему станет только хуже. Состояние его защиты вы видели. Его вчера или позавчера обследовали в кардиоцентре. У него установлена гипертоническая болезнь. Раз. И что-то с сердцем. Я не знаю. Терминологию медицинскую, потому что официального заключения мы сейчас не получили. Свою вину Гафуров вообще признавать отказывается. Говорит, что его оклеветали. Тот самый киллер, который сейчас тоже под следствием. А с Изумродовым, уверяет, старые друзья. Скажите, вы согласны с обвинениями? Суд постановил, Гафурова заключить под сражу еще на два месяца, до 14 декабря. К тому времени следствие должно успеть собрать необходимые доказательства. Даниил Лучко, Константин Головин. События. Подавляющее большинство самарских малышей с врожденным пороком сердца могут полноценно жить благодаря хирургическому вмешательству региональных врачей. Почти 400 уникальных операций в год проводят в детском отделении самарского кардиологического диспансера. Андрей Каргуленко пообщался с теми, кто дарит путевку в жизнь. Юлия Иванова и ее дочка Ульяна комфортно себя чувствуют после операции. Когда мама узнала про диагноз ребенка, врожденный порок сердца, сразу стала выбирать место для лечения. Среди вариантов были и другие российские города и даже европейские страны, но выбрали Самару. В первую очередь, естественно, мы выбирали по принципу, где надежнее, где нам больше нравятся врачи, где мы больше доверяем. Комфортно все очень, чисто очень, очень доброжелательный персонал. Врачи вообще, на них можно молиться. Нам все нравится. Чтобы подарить своему ребенку счастливую жизнь, не нужно собирать баснословные деньги для лечения в Германии или других странах. Уникальные операции, спасающие жизни самым юным пациентам, делают и в Самаре. Для жителей региона абсолютно бесплатно. Никаких платных моментов абсолютно не присутствует. Все покрывается либо системой ОМС, либо системой высокотехнологичной медицинской помощи. За жизненно необходимой помощью обращаются и граждане стран ближнего зарубежья. Им операции и восстановление оплачивают благотворительные фонды. Работа в детском отделении кардиодиспансера построена так, что очередей нет. У нас очереди нет, у нас есть лист ожиданий, потому что не все пациенты требуют сразу вмешательства после постановки их на учет. И есть этапные дети, которые требуют в разные возрастные периоды операции. Хирурги диспансера заслужили доверие долгой и успешной работой. Говорят, методы проверены и изучены, менять их нет смысла. Но на месте врачи не стоят. Каждый год проводят до 10 новых операций. Во многих, скажем так, разделах детской кардиохирургии мы велосипед не изобретаем. Если он опробирован временем, этот метод, то зачем же изобретать новый, если уже ясно, что через 20 лет этот человек живет хорошо, значит, ему была правильная сделана операция, когда он был маленький. Всего в кардиологическом диспансере проводят до 300 операций в год самарским малышам с врожденным пороком сердца. Еще до 60 уникальных хирургических вмешательств делают пациентам из других регионов. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Капитальный ремонт спустя полвека. В Самаре в преддверии Чемпионата мира по футболу привозят в порядок парк металлургов. Уже готовы новые детские спортивные площадки. Сейчас обновляют пешеходные дорожки, сцену, лестницы. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Когда можно будет прогуляться по отремонтированному парку, знает Алина Чемерес. Парк, созданный почти полвека назад по инициативе сотрудников завода металлург. Пока главные гости здесь дикие утки. Встречать жителей парк не готов. Проводится капитальный ремонт. Впервые. Проверить, как идут работы, прибывает комиссия под руководством главы Самары Олега Фурсова. Ему показывают. Сейчас здесь укладывают новую татуарную плитку, ремонтируют лестницы, асфальтируют дорожки. Уже привели в порядок детскую площадку. Парк 50-летия октября. Больше известный как парк металлургов, приводит в порядок в три этапа. Ремонт начался в августе. На это направлено почти 230 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы подрядчик вовремя в срок завершил первый этап. Потом начнется второй этап. Это электрика, это ремонт фонтанов, это ремонт насосной для царевны лебедь. То есть все, что можно делать зимой. Эти работы завершатся к Рождеству. И следующий этап, это третий этап, это территория. Далее по парку, это озеленение. Здесь высадят деревья, смонтируют систему автополива, укрепят берега озера, установят новые уличные светильники. На каждом этапе ремонт тщательно контролируют местные администрации и общественники. Пока подрядчик в график укладывается, уже начали устраивать новое футбольное поле. Что должно появиться в обновленном парке, решали вместе с жителями. На сходах жителей, которые мы проводили в прошлом году, мы также обсуждали эти вопросы. У нас было обсуждение. Даже обсуждая старую танцевальную площадку, было принято решение ее более модернизировать, сделать современный вид у нее. И чтобы была возможность использовать в зимнее время для заливки льда. Также от жителей поступило обращение установить в парке мемориальную табличку первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочелову. Он стоял у истока в создании парка. Глава города пообещал сформировать рабочую группу. Также отметил, очень важно не просто отремонтировать парк, восстановить его в первозданном виде. Я думаю, что парк станет излюбленным местом горожан, особенно тех, кто здесь воспитывал детей, у кого проходила юность. Мы возвращаем былой интерес к этому парку. И вот те отзывы людей, с которыми мы сегодня пообщались, говорят о том, что мы движемся в очень правильном направлении. Работы ведутся качественно. Полагаю, что жители останутся довольны. Завершить работы по ремонту парка металлургов планируют к 9 мая. И уже во время чемпионата мира здесь могут прогуливаться местные жители и иностранные туристы. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Величение экспорт автомобилей и подготовка новых молодых кадров. Такие задачи стоят перед руководством АвтоВАЗа. На завод приехал в Рио губернатор области Дмитрий Азаров. Вместе с президентом компании Николя Мором он побывал в цехе по производству двигателей, пообщался с коллективом, а также прокатился на новинке «Ладе Вести СВ Кросс». Главе региона рассказали об итогах модернизации, благодаря которой на АвтоВАЗе внедрены стандарты концерна «Рено-Ниссан». Дмитрий Азаров отметил особую значимость предприятия для области, напомнил о беспрецедентной поддержке, оказанной президентом страны, и подчеркнул, что региональные власти также продолжат помогать автоконцерну. «Та беспрецедентная поддержка, которую получил и трудовой коллектив, и производственное предприятие в предыдущие годы, благодаря личному участию президента страны Владимира Владимировича Путина, она позволяет сегодня говорить о планах на будущее. Предприятие сохранено, работает профессиональная команда управленцев. Сегодня видно, какая атмосфера есть в трудовом коллективе. Люди нацелены на результат, люди с уверенностью смотрят будущее». Вернуть или оставить в региональном правительстве начали пересматривать реформу мер соцподдержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте. Сегодня прошло первое заседание рабочей группы по этому вопросу. В нее по инициативе в Рио губернатора вошли члены правительства, депутаты губернской думы, представители общественности. По мнению Дмитрия Азарова, рабочей группе необходимо проанализировать текущую ситуацию по предоставлению мер социальной поддержки. Эти вопросы очень волнуют людей, поэтому нужно глубже вникнуть в ситуацию и найти решение. «Мы вместе найдем выход из сложившейся ситуации, вместе определим те решения, которые сегодня мы сможем реализовать в условиях жестких бюджетных ограничений». 170 миллионов рублей получила Самарская казна из вышестоящих бюджетов. На заседание в Городской думе решали, на что в первую очередь направить деньги. Лариса Шлафаст знает детали. В первую очередь дополнительные средства направят на работы, которые необходимо сделать до конца года. 11 миллионов уйдут на проектирование насосной станции для площадки стадиона «Самар-Арена». 68 миллионов на благоустройство территории вдоль гостевых туристических маршрутов. Самую большую сумму, а именно 91 миллион рублей, потратят на строительство детского сада в Волгаре. «Вы знаете, там масштабное строительство, и такие хорошие развязки делаются. И наша задача, поставленная жителями, обеспечить там автобусное сообщение. Вот для того, чтобы в автобусы ходили, необходимо провести расширение улицы Казачьей, и поправки в этой связи думы были приняты». Также в городской казне перераспределяются почти 128 миллионов. Часть из них дополнительно вложат в ремонт Волжского склона и Струковского сада. «Прекрасное место отдыха наших горожан, хороший объем реконструкции, которые там сегодня проводятся. Это объект культурного наследия. Там надо подходить очень внимательно, очень четко. И те средства, которые мы предполагали, потребуются для этого, сегодня учтены в бюджете». Также часть средств пойдет на обследование здания 46-й школы, чтобы в дальнейшем провести ее капитальный ремонт. И на обеспечение энергоресурсами мобильной котельной первого дома по Смышляевскому шоссе. Лариса Шалафас, Сергей Баскин, События. Центробанк презентовал новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Символы, которые на них изображены, выбирали сами россияне. Какие города победили в голосовании, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Мировые цены на нефть немного снизились, но по-прежнему не опускаются ниже 56 долларов за баррель. Валюта дешевеет, курс на 13 октября. Доллар 57 рублей 68 копеек, евро 68 рублей 44 копейки. Золото стоит 2402 рубля, серебро 31 рубль 94 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 95 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 45 копеек. Штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов, увеличили до 2,5 тысяч рублей. Депутаты Госдумы внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Центробанк презентовал новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На первой будут изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На купюре 2000 рублей, мост на остров Русский, во Владивостоке и космодром Восточный. Купюры будут более рельефны специально для удобства слабовидящих. Массовый ввод банкнот в обращение начнется в декабре. На этом все. Удачи в делах! В Самаре закроют железнодорожный проезд в Крутых Ключах уже завтра в 9.00 по местному времени. Причина – несоблюдение технических условий. Железнодорожники обращают внимание автомобилистов на необходимый заранее планировать маршрут следования, учитывая данные обстоятельства и использовать объездные пути. Жители недовольны таким решением, но оставить проезд открытым нельзя. В Кубешской железнодороге рассказывают, проезд был организован как технологический в 2014 году по договору с застройщиком микрорайона на время, пока активно идет строительство обещанной здесь многоуровневой развязки и самого микрорайона. Сейчас все обязательства между застройщиком и железнодорогой прекращены, и проезд, соответственно, будет закрыт. В принципе, он и ранее был предназначен только для проезда специальной техники и автомобилей, принимающих непосредственно участие, участвующих непосредственно в строительстве, обеспечивающих строительство. И не должен был быть постоянно открыт. Так что это не является переездом. И попрошу решать жителей, понимая их возмущение, но все вопросы решать в травовом поле. Как напечатать пулемет на 3D-принтере? Куда устремлен взгляд Анки? И когда Василию Ивановичу вернут шашку? Возле драматического театра идет реставрация памятника легендарному Чапаеву. В тонкостях разбиралась Мариана Мирная. Установить металлические скобы. Скобы крепятся, просверливаются отверстия не менее 10 сантиметров глубиной. Г-образная скоба. Виктор Трошин, художник по камню, к памятнику Чапаеву относится как к родному. Перед тем, как приступить к работе, изучил всех героев композиции. Анка, значит, вымышленный герой. Анка, как и Петька. Оба вымышленные героя. Вы посмотрите на Анкин взгляд. Значит, смотрит будущее. Будущее вроде бы и не за горами. Памятник был открыт в 1932 году. Над созданием трудился скульптор Матвей Манезер. Чапаев неоднократно становился жертвой охотников за драгметаллами. Многие элементы сохранились только на архивных фотографиях. В 1960-м скульптурную композицию стали ремонтировать, но с нарушениями. Довольно значительная часть снимаемых, которые способны были к снятию элементов, они действительно были сняты и потом сделаны. И сделаны, скажем так, достаточно приблизительно. Так, как топ-пулемет, завершение винтовок. Они превратились в карабины у нас в какой-то момент. То есть кто-то решил, что оружие, оружие, все равно. Реставраторы, говорят, Василий Иванович постарел. И, как у любого человека, у него появились болячки, которые нужно вылечить. Деньги на лечение собрали совместно из городского и областного бюджетов. Мы помним, что это объект культурного наследия федерального значения. И все то, что остается, это максимально сохраняется. То есть у нас нет задачи заменить все на новые материалы. Будут восстановлены элементы утраченной. И элементы, которые были восстановлены, но не по проекту Монизера, который воссоздал этот памятник. Работа по реставрации Чапаева ведется по всем фронтам. Непосредственно на памятнике и здесь, в литейном цехе политеха. Держатели штыков, сами штыки, пулеметы, саблю Василия Ивановича, которые, естественно, сохранились в единственном экземпляре, печатают на 3D-принтере. Это держатель штыка на винтовку, элемент держателя штыка на винтовку. В данном вот здесь видно 3D-модель отливки, по которой мы будем его отливать в центре литейных технологий. И вот элемент детали, напечатанного на 3D-принтере. После этого, когда мы соберем полностью деталь, макет детали, модель детали, мы передадим в цех литейный и уже будем осуществлять заливку. Такая система позволяет сделать качественные дорогостоящие детали, которые в точности будут соответствовать оригиналу. Не печальтесь, Василий Иванович, будет у вас и пулемет, и шашка. Реставрационные работы Чапаева завершатся в конце октября-начале ноября. Вандалам вход строго запрещен. На территории памятника будет дежурить охрана. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Далее, коротко о других событиях дня. В аэропорту Курумыч задержалось прибытие четырех рейсов из Москвы и одного из Оренбурга. Причиной задержки названы метеоусловия. Из-за тумана по Волге была также приостановлена навигация. Компании, осуществляющей пассажирские перевозки по пригородным маршрутам, сообщили, что решение о возобновлении рейсов будет приниматься по фактической погоде. Дрейфовали в лодке. На Волге спасли отчаянных рыбаков. ЧП произошло в среду 11 октября. Помощь потребовалась двум мужчинам, которые выехали на рыбалку. Они плыли на резиновой лодке недалеко от Васильевских островов. В какой-то момент у самарцев заглох мотор. У судна не было весел, и оно пошло по течению. Спасатели искали рыбаков три часа. В итоге их сняли с дрейфующей лодки. В 20.40 мужчин переправили на берег у села Малая Рязань. В Самаре злоумышленник взломал банкомат дрелью и украл почти 4 миллиона рублей. После тщательного изучения записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Самарской области. Мужчине удалось скрыться от органов следствия, после чего его объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось в Красноярском районе в съемном доме. При обыске жилья полицейские изъяли мобильный телефон, сим-карты, нетбуки и оборудование для повреждения банкоматов. Самое гриппозное время. Вместе с бабьим летом наступил и сезон простуд. Именно вот этот промежуток с середины октября до конца ноября считается самым опасным. Каждый год врачи дают рекомендации, которым, впрочем, далеко не все прислушиваются, как итог эпидемии. Марьяна Мирная еще раз повторит хрестоматийные правила хорошего самочувствия. Заболеваемость ОРВИ и гриппом пока не достигла эпидемиологического порога. В запасе есть еще 15%. Хотя число тех, кто подхватил простуду, все же выросло. Противостоять сезонной напасти врачи готовы. В регион уже поступила половина необходимой вакцины для взрослых. Для детей препараты есть в полном объеме. Медики говорят, главное, чтобы инфекция не получила распространение. Для этого заболевший должен быть изолирован. Культура наша, к сожалению, достаточно слаба. Вводим детей в школу. Температуры нет, значит он здоров. Ну и что это с насморком? А то, что он заражает окружающее, почему-то на это никто не обращает внимания. То же самое, вы заболели, вы приходите на работу, вы общаетесь с своими коллегами. Вы перенесли это в такой форме, а другой человек может протекать в более тяжелой форме. В этом году в области произошел всплеск заболеваемости менингитом. Это заболевание имеет цикличность. Каждые 3-4 года эпидемический подъем. Последний был в 2013 году. В Самарской области все дети, обратившиеся в больницы с симптомами менингита, получили лечение. Не зафиксировано ни одного летального исхода. Если анализировать предварительные диагнозы и информацию по предварительным диагнозам, то за прошедшую неделю мы отмечаем снижение заболеваемости по предварительным диагнозам энтеровирусными инфекциями на 23% и менингитами с розными на 41%. Советы медики дают традиционные, но оттого не менее актуальные. Нельзя заниматься самолечением и при первых симптомах, резкой головной боли, температуре и ломате в суставах, необходимо немедленно обратиться к врачу. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Звезды самарского футбола оказались совсем простыми людьми. Главный снайпер крыльев советов Сергей Корнеленко приехал в школу преодоления, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Нападающий здесь частый гость. Почему, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите самарские новости спорта. Звезда крыльев советов Сергей Корнеленко приехал в школу интернат преодоления. Здесь учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмен, у которого каждый день расписан по минутам тренировки матча восстановления, все-таки находит время и регулярно приезжает к этим ребятам. Рассказывает о секретах и буднях футбольной жизни. Подростки расспрашивают больше о его увлечениях, интересах и кем бы Сергей Корнеленко стал, если бы не спортсменом. Футболист искренне отвечает, стал бы тренером или школьным учителем. Хочется свои эмоции, какой-то свой позитив им передать и все сделать для того, чтобы они были счастливые, здоровенькие и просто почаще улыбались. Поэтому это вообще не сложно, это никакого вообще труда и каких-то усилий. Для этого я не прилагаю, это все от сердца, все от души. Футболисты и тренеры Крыльев Советов – частые гости в школе преодоления. Это не случайно, футбол здесь в приоритете. Тренируются три команды, играют младшие, средние и старшие юноши. Они ежегодные победители и призеры популярных всероссийских детских турниров «Лето с футбольным мячом» и «Кожаный мяч», а также областной спартакиады. Помогают им в этом советом и мастер-классами профессиональные спортсмены. Футболисты Крыльев Советов очень любят детей, а наши дети очень любят футбол. Мальчишки знают футболистов, мальчишки знают весь календарь игры, игр нашего родного футбольного клуба. И они всегда готовы прийти и поболеть, и покричать, и порадоваться за успехи нашей команды. Ну и вместе с ними переживать, если вдруг какое-то разочарование или поражение команды в турнире. Школьники преодоления – фанаты Крыльев Советов. В школе есть стенд, посвященный любимой команде – мальчишки, частые гости на тренировочной базе клуба. А когда их кумиры приезжают к ним в гости, то, конечно, без автографа и фотосессии не обходится ни одна встреча. Звезды самарского футбола покидают школу только после того, как все ребята получили подарки. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok